как говорится. Здравствуйте, а можете, пожалуйста, в трех словах рассказать о вашем факультете, что он изучает и почему я должна именно поступить на учет и аудит? Супер, супер, Дельнас, отличный вопрос, спасибо вам за отличный вопрос. Еще какие вопросы будут, да, чтобы предпочтение узнать, да? Да, абсолютно верно. Дельнас, мы обязательно ответим на ваш вопрос, мы прям оцелены на это сегодня, как раз подготовили очень хорошую презентацию для этого вопроса. Вот, обязательно ответим. Какие еще, ребят, вопросы? Мы просто, если честно, тянем время, чтобы люди подсоединились, вот, чтобы было не скучно, давайте обратимся. Супер, ребята со школ, супер, супер. Ребята, у вас, я знаю, что у кого-то, кто-то со школы только закончил, однозначно, куча вопросов задавайте. Поверьте, все было или наоборот, это легко, как кажется, да? Поэтому будем сегодня развеивать мифы, общаться, разговаривать. Самая главная наша сегодняшняя цель — направить вас, помочь вам сделать выбор, вот, в пользу данной специальности или наоборот отговорить вас, если вдруг она вам не подходит. Вот, поэтому однозначно, говорите, мы будем в своей стране стараться отдавать как можно, чтобы вам сделать правильный выбор. Многие говорят, что можно... Один отличный вопрос задали, можно просто... В чем преимущество поступления? Супер, отличный вопрос. Я думаю, мы на него сегодня обязательно ответим, вот. И зачем изучать этот течение четырех речек? Я с вами полностью согласен, я сегодня буду об этом рассказывать, однозначно буду. Вот, я так думаю, буквально еще подождем. Мы обязательно, вот именно ваш вопрос одинок. И сегодня я задавал вопрос, мы обязательно их ответим. У нас есть в программе ответы на ваши вопросы. Так. Так, Алмаз Мурбалатович, что думаете? Пошли или подавали? Ну, я думаю, может, потихоньку начинать будем, Бахат Ир Иванович. Может быть, вступление, введение, пусть кто пришел, тоже надо время уважать наших абитуриентов. А те, кто присоединится, может быть, информацию дополнительно дадим. Как думаете? Да, давайте, давайте. Так, Арыла Милановна, вы не против? Я не против, давайте начнем, отлично. Все, супер, супер. Отлично, ребят. Так, давайте несколько правил, как обычно, установим. Прошу вас быть как можно больше активнее. То есть мы здесь не как, хотим пообщаться с вами, не как преподаватель и абитуриент. Мы хотим с вами пообщаться как друзья, помочь вам, направить вас. Мы абсолютно открыты к вам, да, то есть задавайте вопросы. Постараемся поддерживать с вами тем, что у нас есть. И самое главное, ребят, если вы зададите правильный вопрос, вы сэкономите себе несколько лет жизни, да. То есть не будет, не получится такое, что вы выберете неправильную специальность, вы будете иметь представление, да. То есть очень много знаний и опыта вы сможете получить. Но самое главное, быть активным, задавать вопросы. Мы открыты. Касательно записи. Я так думаю, мы сделаем запись, да. Я правда, мы сделаем записи? Может, а? Коллеги, запись началась. Запись началась. Запись началась. А, окей, окей. Отличный вопрос, отличный, я так думаю, новость до вас. Мы запись сделаем. То есть для тех, кто не смог сегодня присутствовать, у них тоже есть возможность прослушать, посмотреть и на какие-то свои вопросы ответить. Супер. Давайте, наверное, начнем, да. Так, у меня есть возможность переключать слайды. Нет, да? Отлично. Да, мне понадобится небольшая помощь от вас. Переключение получаете слайдов. Поможете? А кто может? Коллеги, у кого возможность переключать слайды? Да, нет. Коллеги, я буду переключать слайды. О, спасибо большое, Иван. Так, можно перейти на следующий слайд? Ага, на следующий слайд. Супер. Отлично. Давайте перед тем, как мы с вами начнем, мы пройдемся кратко по тому, что мы будем говорить сегодня. Первый момент – это структура программы, бухгалтерский учет и программ. То есть я буду изучать все вопросы касательно самой программы, вот то, что задавала нас, мы будем обсуждать именно в этой части. Дальше. Вы узнаете, что такое аккредитация, ACCA, ACMA. Это очень интересно, какие возможности вам это даст. Мы в том числе и обсудим. Основные стереотики, которые мы обсудим, касательно нашей профессии бухгалтера. Постараемся и ваши мифы развеять или набор подтвердить. Далее. Карьерный путь бухгалтера и как стать CFO. CFO – это простыми словами финансовый директор. Как стать финансовым директором, то есть как дойти до руководящей позиции. Будьте активны на любом этапе, вы узнаете больше. Ну и последнее. Бахат Ерланович, у вас не видно. Обратно выкинуло. Удивительно. И последний момент. Оставим немного времени для вопросов и ответов. Окей. Давайте, наверное, начнем. Можно переглядить на следующий слайд. Отлично. Перед тем, как мы начнем, давайте я представлю наших сегодняшних спикеров. Нашим сегодняшним спикером будет первая, получается, Ара Эден Алмухамбетова, Senior Lecturer, она старший преподаватель, имеет степень ЛЛМ, то есть руководитель проектов, управляющий, также занимается консалтингом в области управления. Следующим спикером будет у нас Алмаш Барбаев Балатович. То есть Алмаш Балатович занимается аудитором, то есть аудитом. Он является действующим аудитором Республики Казахстан. Также он занимается налогными консультациями, имея степень PhD и ACCA DP4, то есть позже расскажем. Вы сегодня с вами, с нами нет, но я думаю, если вы поступите, вы с ней встретитесь. Отличный преподаватель, Марианта Сталяевна. Она является старшим преподавателем, имеет степень МСС, также имеет квалификацию ACCA, это очень важная квалификация. Позже расскажем о ней, что она дает. Занимается учетами в области нефтегазового сектора. Ну и разрешите вас представить, Бахыт Ирланович. Бахыт Ирланович работает у нас уже в Кабуту давно, является сеньор-лектором, обладает степенью доктор business administration с университета Кима, обладает квалификацией MBA, и что самое актуальное, он является управляющим партнером консалтинговой компании и предпринимателем, что сейчас, мне кажется, очень тоже для образования важно. Спасибо, спасибо за представление, Алмаз Тавлович. Так, я думаю, продолжим. Если есть вопросы, ребята, на любом этапе, пишите в чат, я в чат включу, чтобы актуально слышать ваши вопросы, ну и можете голосовыми сообщениями говорить ваши вопросы. Окей, давайте продолжим. Следующий слайд. Структура программы. Ну, хотел бы задать слово Орелы Мирлануне, рассказать, что за программа, получается, аудит и бухгалтерский учет, я думаю, она более подробно уже объясняет. Окей, добрый день всем, ребята. Рада вас всех здесь видеть. Вы молодцы, то, что заранее уже позаботились, зарегистрировались на наш вебинар, который вам поможет сделать правильный выбор. Итак, программа «Бухгалтерский учет и аудит» состоит из 143 кредитов. То есть это в общей сложности, чтобы выйти дипломированным специалистом, вам нужно закрыть 143 кредита. Чтобы вы понимали, что такое кредиты, это система измерения предметов, то есть, да, сколько весит предмет. К примеру, один кредит – это 15 академических часов, да? И чаще всего предметы весят три кредита. Это значит, вы будете в течение семестра проходить один предмет 45 часов, да? Это вот для вашего общего понимания. Ну, а тут можно добавить, наверное, преимущества нашей вот этой структуры программы. Видите, уважаемые абитуриенты, вот в наше время мы когда-то изучали бухгалтерский учет только в конце программы, правильно? А как вы видите, тут у нас много связанное именно с профессиональным обучением, профессиональным направлением. Ну, вот это можно отметить, наверное, да? Да, очень важно. Да, мы об этом еще сейчас поговорим. Получается, для того, чтобы стать профессионалом своего дела, вам нужно будет закончить, то есть закрыть. 12 предметов – это общеобразовательные предметы, то есть это те предметы, которые рекомендованы Министерством образования и науки Республики Казахстан. Также это базовые предметы, 23 предмета, которые вам помогут расширить ваш кругозор. Что же еще получается, да? Да, и это получается 11 предметов, которые помогут вас прокачать профессионально, да? Можно следующий слайд, пожалуйста? И вот здесь давайте рассмотрим более подробно, да, структуру, дисциплину программы, да? В общеобразовательные это входят английский язык, которые вам помогут более на таком профессиональном бизнес-английский изучить, далее, это история Казахстана, казахский язык, философия, дисциплины по выбору и многие другие предметы, и как физическая культура и так далее. В базовые же предметы входят те предметы, которые вам смогут, помогут расширить ваш кругозор и определиться уже, где же вы хотите углубиться, чтобы стать, вот, все-таки решитесь на этом, на стадии изучения базовых предметов, стать профессионалом в области аудиты или бухгалтерского учета или налога, то вы уже далее выбираете свою профессию, да, и выбираете профессиональные предметы. На стадии базовых предметов это введение бухгалтерский учет, финансовый учет, управленческий учет, анализ финансовой учетности, системы учета и бухгалтерии. То есть, смотрите, какие предметы, это те основные предметы, которые вам помогают развиться, да, и понять, что вы хотите более удобно изучать. На стадии, когда вы уже, да, вы хотели что-то добавить? Да, добавить. Вот самое интересное, Дельнас, я хотел бы вот этот момент подчеркнуть для вас специально, да, тот вопрос, который задавали. Вопрос, да, то есть, звучит таким образом, Дельнас хорошая процедура. Зачем учиться эти три года, да, то есть, если можно пойти там за две недели и за месяц там закончить бухгалтером, стать бухгалтером? Вот часть ответа, вот сейчас как раз вы ее получите. Смотрите, если вы пойдете, отучитесь одном, то есть, получите один курс, да, бухгалтерский учет, я с вами полностью согласен, станете, ну, бухгалтером начинающим, да, то есть, имеющим такие базовые, базовые знания. Давайте посмотрим, что у нас в программе, да, то есть, какие плюсы вы получаете, чтобы четко понимать, выбирать, идти в университет или просто в курсе запах. Посмотрите, введение в бухгалтерский учет – это всего лишь один предмет всего вот семестра, видите, это всего лишь один предмет. Вы также введение в финансовый учет, в управленческий учет, да, анализ финансовой отчетности, система учета и бухгалтерии. Заметьте, то есть, ваш газор будет намного шире, чем… Да, ну вот, вас не слышно, Бахат Ирланович, я хочу тоже тут добавить, пока у вас так, проблемы технические, да, просто получается вот некоторые бухгалтера, они как бы не понимают производственный учет, правильно же? Как бы, и поэтому они вообще не могут вести учет на производстве. То есть, если вы закончите один предмет только, вы не сможете вести дальше учет, ну, производственный учет, что связано как раз с управленческим учетом. Вы не сможете работать в крупной компании. Введение в бухгалтерский учет – это самая основа и рассчитана на введение бухгалтерского учета в МСБ у вас много. Да, и допустим, что вы будете уметь, да, вот Алмаз Нурбулатович хорошую вещь подсказал, что вы будете уметь, вы будете иметь самые базовые, да, такие навыки, то есть, вы сможете буквально на маленьком участке бухгалтерского учета сидеть и делать свою работу, да, то есть… Да, чаще всего. Чаще всего, да, то есть, вы либо там на зарплате сконцентрируетесь, там, может быть, сидеть там на деньгах, да, то есть, читать деньги, там, или считать зарплату людям, да, грубо говоря, такие вот базовые вещи, вот, и что это означает, давайте поймем, да, то есть, ну, вроде как, ну и ладно, буду уметь это и все, да, давайте поймем ваш потолок по заработной плате. Коллеги, выскажите свое мнение, мне просто интересно. Вот мое мнение такое, закончил ты курсы, будешь получать зарплату, там, от 70 тысяч тенге, там, ну, 120, наверное, да, 150, наверное, потолок, я считаю. Ну, это, блин, очень, это очень хороший потолок, потому что чаще всего такие специалисты, они считаются узкими, и они делают в основном механическую работу, да, поэтому такие специалисты не ценны, многие такое умеют, даже на работе нанимают неопытных сотрудников, чаще всего у нас такое было, да, и обучают более опытные сотрудники, поэтому даже их курсы особо не спасают. То есть вы не умеете не анализировать, нет у вас никакого понимания, вы делаете какую-то механическую работу, соответственно, у нас сотрудники, максимальная заработная плата, наверное, 100 тысяч, да, вот сейчас у нас на рынке, 150 тысяч. И потом можно добавить даже последствия, да, последствия налоговой проверки, то есть все хорошо, как бы каждый может вести учет, ну, каждый может какие-то цифры вбивать в базу данных, но когда приходит налоговая проверка, мне кажется, становится все понятно, вот, кто, какой учет вел, кто один курс закончил, кто полностью прошел, скажем, обучение не только бухгалтерского учета, но и углубленный налоговый учет изучил, правильно? Да, налоговый учет, бухгалтерский учет. То есть когда 100 миллионов штрафовыми придут, тогда и получается, и станет ясно, какие программы, кто как проходит. Алмазар Володович, а ваши прогнозы, вот такой человек какую зарплату может получать, как вы думаете? Нет, он, да, он примерно, он как бы, да, варьируется, да, где-то в размере до 100, где-то больше 100 чуть-чуть может превышать его зарплату, но в итоге его могут уволить, потому что, как бы, он закончил один только курс, для этого тоже надо очень углубленно знать налоги, чтобы бухгалтером работает, да, не просто так бухгалтером работает, а бухгалтер еще не только, он и за налоги отвечает, в маленькой компании он и за HR отвечает, правильно я говорю? Ну и посмотрите же здесь, да, и посмотрите здесь профессиональных, да, если вы проходите курсы две недели, да, максимум месяц, то вы обучаетесь техническим навыкам, а здесь же в университете вы еще получаете знания международных каких-то стандартов, да, то есть это международные стандарты финансовой отчетности, вы изучаете кейсы мировых международных компаний, узнаете стандарты, международные стандарты аудиторов, также получаете знания в области налогообложения, то есть вы уже, видите, много сфер покрываете за счет того, что вы изучаете все подробно, также вы изучаете, как анализировать финансовую отчетность и как считывать финансовую отчетность, так так как немногие сотрудники понимают, что означают те или иные цифры финансовой отчетности. Поэтому если судить, сравнивать месяц или две недели курсов и вот такое углубленное, очень качественное образование, полученное в бизнес-школе, конечно же, предпочтение отдается качественному образованию. То есть я тоже провожу аудиты и вижу таких специалистов, которые недельные курсы закончили, работали поваром, потом резко начали работать бухгалтерами и последствия очень плачевные, что со стороны налоговой проверки, что со стороны аудита. То есть иногда приходится полностью восстанавливать учет за такими специалистами. Вот можно сказать ответ, да? Ну и одним словом, наверное, можно назвать бардак, да, получается? Бардак. Конечно, просто заново надо за человека учет переделывать. Вот такие даже ситуации случаются. Вот если проводить, наверное, аналогию, я бы сказал именно так. Вот представьте, я думаю, медицинская сфера людям более-менее знакома, да, медицинская сфера. Вот представьте, вот если вы сходили и встретили медика, который вам делает уколы, да. Вот, наверное, если вы пойдете на курсы, вас только научат делать уколы, да, и все, как бы. Вот все, что вы можете делать, это весь у вас функционал. Но если вы пойдете уже отучитесь 7 лет, получается, вы можете делать, проводить операции, делать углубленное обучение, лечение, да, как бы. То есть у вас функционал и применение вашего как специалиста, оно возрастает. Ваше в целом, ну, то есть кругозор огромный, да, то есть получается, становится. Вы можете применить себя очень широко. В этом, наверное, огромная разница между тем человеком, который закончил курсы, и тем человеком, который получил полноценное образование. Хорошо, я думаю, мы можем продвигаться, да, и следующий. Да, можно в следующий слайд. Ребята, самое интересное, структура программы составлена именно так, что студенты уже с первого семестра обучения начинают изучать введение в бухгалтерский учет, такой предмет, и финансовый учет, который позволяет вам уже при поступлении уже разбираться, да, в основах, в принципах бухгалтерского учета. И бухгалтерский учет у вас будет каждый год, да, то есть первый год обучения у вас такие предметы будут, как введение в бухгалтерский учет, финансовый учет. То есть во втором году вы тоже проходите те же предметы, но уже более продвинутого уровня, да, то есть уже уровень 1 продвинутого бухгалтерского учета и уровень 2. Также вы уже начинаете, уже на этом этапе, иметь навыки анализа, то есть вы начинаете понимать, почему эти цифры, что означают эти цифры. Далее, на 3-4 год вы уже изучаете стандарты международные, которые прописаны специально для бухгалтеров, практикующих и аудиторий, да. Далее, на этом этапе вы можете дополнительно изучить другую сторону бухгалтерского учета, это обучение, то есть как проходят аудиторские проверки. Тем самым вы смотрите, изучая бухгалтерский учет как базу, да, за основу, вы уже разбираетесь неплохо в самом бухгалтерском учете, разбираетесь уже неплохо в аудите, понимаете, что такое аудит. Также вы уже понимаете, имеете понимание о налогах, то есть смотрите, сколько плюсов, да. То есть если вы даже не захотите пойти в бухгалтерский учет, да, работать, делать себе карьеру, то вы можете пойти как в налоги, так и в консалтинг, так и в аудит. То есть, смотрите, очень обширные знания вы получаете за это время. Да, и здесь хотелось бы добавить, что, посмотрите, то есть только что нам задавали вопрос, а почему именно нас стоило бы выбрать? Посмотрите, мы организовали систему таким образом, что начиная прям с поступления, с первого года обучения, по конец, по четвертый год обучения, вы изучаете бухгалтерский учет. То есть у нас не рывками дается, там есть бухгалтерский учет, там бухгалтерский учет, там все перемешки. Нет, у нас очень планомерно и системно, от самого начала и до самого конца вы будете изучать бухгалтерский учет. Вы чувствуете разницу между человеком, который две недели учил бухгалтерский учет и четыре года учил бухгалтерский учет? Есть разница огромная. Дальше идем. И вот, продолжая отвечать на вопрос Дельнас, да? Нет, 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 спасибо. Продолжая отвечать на Дельнас, да, который задавала. Посмотрите, вот видите, первый год введения в бухгалтерский учет. Вот это все, что вам дадут курсы, все, что вам дадут курсы. Это еще какая-то, не вся часть будет покрыта, да, еще нужно учиться. Да, конечно, скорее всего. Ну, даже, может быть, если даже и вся будет покрыта, вот все, что вы получите. Видите, насколько глубоко в бухгалтерский учет вы погружаетесь, если вы умираете учиться полноценно. То есть чувствуете разницу, да, между этими людьми? Потом, ребята, нужно подчеркнуть, вы абсолютно открытые, задавайте вопросы. Мы с удовольствием выслушаем вас, с удовольствием ответим на ваши вопросы. В любой момент, любой вопрос, то есть правило все еще действует, отдаем. Вы именно можете писать чат, я их мониторю, либо можете голосовыми сообщениями, мы с удовольствием выслушаем вас. Вот это разница огромная, да, то есть от первого года до последнего года вы будете выслушать бухгалтерский учет и всесторонне это делать. Давайте продолжим. Отлично. И как раз вот углублено, да, чтобы вы понимали, что такое бухгалтерский учет. Алмаз Анарбатович, вы, наверное, продолжите, да, уже? Да, 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 с удовольствием, конечно. Ага, следующий слайд можно, пожалуйста? Вот, я бы хотел рассказать про конкурентные преимущества наших программ. Дело в том, что наши программы аккредитованы в таких всемирных организациях профессиональных бухгалтеров, как ИСИСЕ и СИМА. То есть что это дает? Если вы получаете квалификацию ИСИСЕ, это дает вам право работать бухгалтером, финансовым директором именно во всем мире. То есть так как сейчас произошла конвергенция, МСФО вышел в свет, и многие страны используют именно международные стандарты. Поэтому и организация вот этой ИСИСЕ, она как раз дает такую возможность получать международную квалификацию. И считаю, что это конкурентное преимущество, потому что именно материалы наших программ именно основаны на вот этой квалификации. То есть закончив КБТУ программу, вы дальше сможете продолжить обучаться по ИСИСЕ и получить эту квалификацию. Также у нас есть программа СИМА, сертифицированные международные бухгалтера по управленческому учету. То есть тоже эта квалификация очень сильно ценится в мире и в международных компаниях. Именно такие компании, как «Газмуной ГАЗ» и другие крупные компании именно берут выпускников с этой квалификации. Финансовыми директорами тоже большинство компаний спрашивают эти квалификации. И аудиторские компании, компании «Бигфо» тоже сейчас очень активно в поиске этих квалификаций, то есть людей с этими квалификациями. Ага, можно следующий слайд? Можно я задам вопрос? Да-да-да, конечно. Я немножко студентам побуду и позадаю такие вопросы. Я думаю, эти вопросы всех волнуют. Ну, ACCA, да. Как это ваша программа и ACCA связаны? Что это мне даст, если я закончу КБТУ? Какое преимущество в ACCA мне это даст? Ага, очень хороший вопрос. Можно на следующий слайд, пожалуйста? И мы обсудим это как раз. Сейчас вот на следующем слайде показано именно, как это дальше послужит вам. То есть у нас шесть аккредитованных предметов. То есть квалификация ACCA состоит из 14 предметов. Ага, закончив КБТУ, вам уже сразу будет зачтено шесть предметов по этой квалификации. И вот вы сможете сразу продвинуться и полностью получить квалификацию ACCA. Бахат Ерланович, ответил я на ваши вопросы? Да, ответили. То есть, посмотрите, если я курсы закончу, там не получится, да, у меня так? Ну, конечно же, конечно, тут получается очень много нужно знать. Тут не только курс один, получается тут и финансовая отчетность, и налоги, и управленческий учет, финансовый менеджмент. То есть у нас понятие как бы, ну это следующий слайд будет, конечно, забегаю. Понятие бухгалтера очень узкое, не как на Западе. На Западе больше, как бы, финансовые директора являются обладателями этих квалификаций. А можно я еще не вам рассказал? Ага. То есть, спасибо за ответ. Вот вопрос еще такой. Ну, хорошо, то есть, получается, если я курсы закончу, мне хотя бы один предмет зачтут на ACCA? Нет, конечно. Нет. А если я КБТУ закончу, сколько мне предметов зачтут? Вот шесть предметов зачтут. Супер. То есть, мне придется доздать всего лишь семь, да, получается? Я получаю степень международного бухгалтера ACCA, да, получается? Правильно я понял? Да, 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 совершенно верно. То есть. Ага. Понятно, понятно. Не можете работать, практиковать бухгалтерский ученок во всем мире. То есть, во всем мире можно. И в международных компаниях очень востребована эта квалификация. Супер, супер. Спасибо большое, Анатолий Петрович. А, давайте продолжим. Уважаемые абитуриенты, мы, как вот и говорили, давайте интерактивно будем разговаривать. Я хотел бы, чтобы вы тоже задавали вопросы по программе, чтобы у нас был диалог, не только скучная речь. Да, поэтому мы здесь специально для вас собрались, чтобы развеять все ваши доводы, мысли и поддержать вас в ваших начинаниях и дать, наверное, какую-то уверенность в вашем выборе. Так, ну, так, следующий слайд можно, да, если вопросов нету, да? Следующий слайд, да? Так, ну, давайте тогда перейдем к обсуждению квалификации CFO, Chief Financial Officer. Функциональные обязанности, что он делает, Chief Financial Officer, вообще, что он из себя представляет, правильно? Chief Financial Officer — это своего рода финансовый директор в крупных холдингах, в крупных корпорациях. Он, значит, требования, квалификационные требования, это опыт работы, знания налогового, финансового, бухгалтерского учета и аудита, то есть обширные знания. Сертификаты приветствуются такие, как ICCA, CIPA, знания информационных систем, то есть эти все навыки вы можете получить в КБТУ, ну, часть из них даже, не полные, конечно, но можете стать уже… Это будет как бы лесенкой к вашему будущему карьерному успеху. CFO, он организовывает работы всех финансовых служб, он координирует работы, отвечает за процесс бюджетирования, прогнозирование денежных потоков, анализ и контроль финансовых рисков. Кроме того, CFO отвечает за бизнес-проекты, за инвестирование в проекты. Это главная цель, я считаю, CFO. Почему необходимо стремиться к этой квалификации, к этой должности, вернее? Во-первых, это очень высокооплачиваемая позиция, как правило, в холдингах. Если я скажу, что специалисты, которые занимают позицию CFO, зарабатывают от миллиона… Получается, они зарабатывают, да, от миллиона тенге, многие из них. Как вы считаете, коллеги, да? Да, да. А давайте вот… Мне всегда было интересно, когда я был студентом, вы знаете, такие вопросы задавать, а вот скольки до скольки, да? Вот давайте вот выразим. Я, допустим, вот заметил, что CFO, ребята, да, получается, которые начинают, они зарабатывают, наверное, от 500, и самая большая заработная плата, которую я слышал, было 5 миллионов. То есть от 500 до 5 миллионов. Это те цифры, которые я слышал, да? У вас какие цифры вы слышали? Ну, минимально я слышала где-то… Да, вот я извиняюсь, перевела. Да, да. Минимально я слышала где-то вот 700 тысяч, да, вот получают. Это в более мелких компаниях получается, да, малый бизнес. И вот поддерживают до 5 миллионов, я лично сама слышала, да, до 5 миллионов. Наверное, каждый из нас вот, да, при поступлении или в детстве, когда мы уже вот заканчивали, думали, да, вот я вырасту, стану директором, да. Поэтому, а вот у директора нужно понимать, что там обширные обязанности, директор должен понимать многое. Поэтому человек, который, естественно, закончил только какие-то курсы, потратив на это сегодняшний месяц, он не сможет покрыть все эти знания. То есть тут нужны и знания и в маркетинге, и в менеджменте, и получать в бухгалтерском учёте, налоговложения знать, знать законы, да, как их интерпретировать. Всё это нужно понимать, поэтому если вы ставите себе потолок, если вы себе ставите цель, это стать финансовым директором, директором компании, то это обязательно должны быть обширные знания, которые сделают большой вклад в развитие вашей компании и, то есть, осуществление вашей мечты. Уважаемые абитуриенты, да, вопросы, пожалуйста, можете, чтобы интерактивно было, да? Я извиняюсь, коллеги, если я вас перебил. Хочу, чтобы активность была, да, какая-то? Да, конечно. Алмазар Владимирович, а ваше мнение, вот какие сейчас зарплаты, вот и до, какой рейнджер? Ну, на практике я знаю, вот мой директор департамента, я работал в Евразийской промышленной палате, мой директор департамента получал 10 тысяч долларов. Как, хорошая зарплата? Таком это 4 миллиона. Казахстанский специалист. Вот. Нормально? Да. Да, это я точно знаю. Супер, вот такие вот дела, ребят. То есть, как вы заметили, вот снова продолжаем отвечать на вопрос для нас, да? То есть, окончив курсы, так можно получать? Как вы думаете, ребят? Я думаю, вряд ли, да, то есть это очень сложно, потому что знаний будет однозначно недостаточно, да? Нам гораздо больше знаний нужно. Вот в этом вся и суть. Как вы заметили, в нашей программе мы предоставляем от самого начала до самого конца весь спектр знаний, необходимый для руководителя. То есть, Chief Financial Officer – это, на самом деле, финансовый директор, да? То есть, для финансовых директоров, для предпринимателей, для директоров, то есть, подразделений директоров компаний мы предоставляем весь необходимый спектр знаний, чтобы вы могли управлять не только быть бухгалтером, но и управлять бизнесом, управлять предприятием, да? В этом вся и суть. И, наверное, вот здесь, наверное, мы прям, давайте прям чёточку такой момент отметим, что вот здесь, наверное, одно из первых заблуждений, да? Что когда вы заканчиваете бухгалтерский учёт, вы можете быть только бухгалтерами. Это неправда, да? Да, абсолютно. Да, я вот... Покет, вы уже чуть торопитесь, да, у нас в следующий слайд тоже будет. Да-да, я просто хочу вот здесь подчеркнуть, что однозначно, да, то есть, очень много руководителей вырастает именно из бухгалтеров, да, коллеги? Вы согласитесь со мной? Да, конечно. Безусловно. Безусловно. Отлично. Даже руководитель, я вот знаю некоторых руководителей, которые не владеют, да, бухгалтерским учётом и очень себя некомфортно чувствуют. То есть, бухгалтера ими могут управлять в результате, и они не понимают, откуда происходят транзакции, как анализировать, не понимают финочётность в результате. Им очень некомфортно работать, мне кажется. Абсолютно верно. Как, вы согласны? Да, согласен. Знаете, вот недавно мне обратился один предприниматель, где-то примерно среднего уровня, то есть, как вы знаете, у нас есть малый бизнес, средний, крупный, да, то есть, он предприниматель среднего уровня, обратился ко мне и говорит, «Бахат Иванович, есть проблема, чувствую, что бухгалтер обворовывает, а где крадёт, не знаю». Вот так и сказал. Мы анализировали систему внутреннего контроля данной компании и поняли, что главный бухгалтер действительно подворовывает, да, то есть, и нашли аж целых пять дыр, где это, возможно, происходило. Ну да, вот из практического примера тоже я проводил аудит, где выяснилось, что бухгалтер тоже обманным путём начислял, скажем, зарплату своему сыну, да, который не работал в этой компании. Ну, это правдивая история. То есть, он начислял в течение пяти лет, никто за ним, как бы, не смотрел, пока не произвели аудит, да, этой компании. Видите, а если бы руководитель разбирался бы полностью в финансах, он бы, конечно, этого не допустил. Да, давайте, как бы, мне кажется, всё становится очевидным, когда вот цифра, да, вопрос, вот, Алмаз Нурбалович, а вопрос, какие убытки эта компания несёт, сколько вы теряете из-за таких вещей? Сколько денег? Ну, и бухгалтер на квартиру, конечно, себе заработал, которую конфисковали, как вы думаете, на две квартиры, две квартиры. Легко, вот так. Это ещё только то, что поймали, а то, что не поймали, это ещё впереди, да? Да, ещё что-то могло быть, если это не заметили. То есть, подделывались банковские выписки, и как бы, ну, и директор сильно не смотрел, поэтому, вот, получается, такие махинации происходили. На моём примере это было так, человек пришёл, грубо говоря, с дорожной сумкой наперевяз, после нескольких лет работы бухгалтером, данного предпринимателя, у него появилась новая машина, новая квартира, да, то есть, сами понимаете, да, насколько много теряет предприниматель, да, то есть, или директор данной компании, если, конечно, у него обворовывают, да. Конечно, эти вещи плачевно окончаются, потому что на это есть мы, консультанты, есть аудиторы, вот, в лице, допустим, Алмаса Нурбулатовича, да, то есть, или, допустим, Арады Ивановны, и мы, конечно, такие вещи выявляем и позже решаем данный вопрос, да. Но, как предприниматели, вы могли бы избежать подобных проблем, как таковых, это же всё-таки убытки, огромные убытки. Какую-то часть поймают, какую-то часть не поймают, это огромные убытки, да, имейте в виду вот эти моменты. То есть, все проблемы, это, в итоге, это потерять денег, окей, давайте продолжим, коллеги. Ну, тогда следующий слайд можно, да, наверное? Потихоньку. Вот, видишь, главное, да, о профессии, мифы, вот, огромные мифы, первый миф мы с вами уже развили, да, что бухгалтер может быть только бухгалтером, это неправда, да. Давайте, коллеги, так, поделимся, где бухгалтер вообще, где применим бухгалтерия? Давайте поделимся, да, буквально пальцем. Консалтинг, однозначно. Что ещё? Ну, я знаю, что с хорошего, ну, с бухгалтера может получиться хороший экономист, а с экономиста бухгалтер не всегда получается, ну, вообще. Это точно. Бывает так, да, ну, это же самая база основная, это А, Б, В, да, то есть, как бы, с этого всё и начинается, мне кажется. Наверное, да. Я ещё хочу сказать, что из бухгалтеров выходят хорошие предприниматели, хорошие руководители, как мы до этого говорили, да. Также бухгалтера могут работать как налоговики, то есть, ну, огромный, я думаю, мы этот момент ещё обсудим, да. Вот ещё один миф поступил. Спасибо, Гульнас, за такой вопрос. Некоторые люди говорят, что в будущем эта профессия будет неактуальна, да, будет ли она востребована сейчас и в будущем. Коллеги, что вы думаете по этому поводу? Я потом тоже выскажу своё мнение. Ну, действительно. А, Раила, Морелин, да, могу рассказать. Спасибо. Действительно, многие думают, что в будущем компьютеры будут всё считать сами, забивать сами документы. Сейчас, да, действительно, государство стремится оцифровать все документы, чтобы было меньше документов оборота. Но в то же время нужно понимать, что машина не всегда сможет правильно санализировать, и поэтому профессия бухгалтеров, она будет на все времена актуальна, потому что бухгалтер не только занимается тем, что забивает документы в социальные программы, но и в то же время бухгалтера нужны для того, чтобы правильно спланировать, да. Они помогают планировать правильно, то есть это бюджетирование компании, да. Также бухгалтера помогают правильно анализировать те или иные цифры. Не всегда какое-то программное обеспечение, какой-то робот сможет вам помочь правильно определить те или иные индикаторы, да. То есть основываясь на вот этом, на имеющихся цифрах, не всегда робот сможет вам подсказать, что сейчас есть проблемы в этой области или же у вас идет там, где-то вас подборовывают и так далее. Вы не всегда сможете, но если вы будете очень грамотным владельцем таких знаний и навыков в области бухгалтерского учета, то вот эти знания вам помогут очень сильно определить, да, очень сильно определить и санализировать. Поэтому я так думаю, что миф о том, что бухгалтерский учет в будущем, он будет неактуальным, это вот неправда, да. Бухгалтерский учет и бухгалтера, они всегда будут востребованы. Естественно, не те бухгалтера, которые окончили две недели или месяц курсов, а вот именно те бухгалтера, которые очень тщательно разбираются в международных стандартах, как и в налогах, которые умеют анализировать бухгалтерский учет, да, то есть финансовая учетность. И владеют это на таком уровне, что читают буквально с цифр, да, которые имеются. Можно еще добавить, да? Конечно. Как вы видите, мы вот аудировали отчетность, да, которую, ну, как бы программа, ну, как бы полностью автоматизированная программа, то есть бухгалтер сильно не смотрел, не следил за правильностью записей. И как обнаружилось, многие корреспонденции этих счетов, многие транзакции, в частности отчеты, они совсем были составлены неправильно, хотя составлялись машины. То есть контроль со стороны человека во многом нужен. Конечно, машина помогает упростить все транзакции, автоматизировать, но контроль со стороны человека очень важен. Я бы здесь, коллеги, добавил бы, наверное, да, смотрите, ну, во-первых, момент первый, да, вот помните, вы сказали, да, что почему бы не окончить курс? Вот как раз именно эта часть будет автоматизирована, да. То есть вот эти минимальные вот труд такой, скажем так, где руками работают, так скажем, да, вот, наверное, там, да, там, наверное, коллеги, я согласюсь с вами, здесь появятся машины, которые будут за вас какие-то вещи делать. Но давайте возьмем интеллектуальный труд, да, это настроить эту машину, да, управлять ей, искать ошибки, да, то есть все эти моменты все равно будут делать люди. Это раз. Во-вторых, вот вы говорите, бухгалтерский учет, его, да, там, процентов на 10-15, может, 20 рутины, да, и его автоматизируют. Но давайте возьмем другую часть, аудиторы, те, кто проверяют, налоговики, да, получается, консультанты, да, руководители, их ведь никто не отменял. Поэтому вы не думайте, что если вы будете бухгалтером, вы потеряете, нет, 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 все еще остается. Верхняя часть бухгалтерского учета, управленческий учет, да, налоги, ауди, да, анализ финансовой отчетности компании, да, то есть управление компанией. Здесь, на самом деле, еще остается еще больше вопросов. Когда-то давно мне, когда я был студентом, спросили такой вопрос, а как вы думаете, сейчас IT развивается, бухгалтерский учет исчезнет или нет? Я так, как и вы, ответил, да, наверное, будет меньше бухгалтерского учета, на что преподаватель сделал грамотный ремарк. На самом деле нет, бухгалтерского учета станет больше. Я говорю, так, так. Он говорит, транзакции становятся слухи. Вот как раз вопрос возник, опишите всю работу бухгалтера максимально просто. Вот-то мне 10 лет, да, хороший вопрос, Арина? Отлично. Ага, ну, да, ну можно начать. Работа бухгалтера, конечно, это очень обширная, да, по идее. Понятие работы бухгалтера, да, это не только счетовод на сегодняшний момент, он не только регистрирует транзакции, он активно участвует в принятии решений. Бухгалтер — это chief financial, может быть, занимать должность chief financial officer, он может занимать главного бухгалтера, да, он отвечает за налоги, как мы говорили, он отвечает за финансовую отчетность, управление финансами в общем, не просто счетоводство. Ага. Как вы думаете? Вообще, смотрите, если объяснять простым языком, многие думают, что делает бухгалтер, да, классически мы видим, что бухгалтер — это тот человек, который сидит постоянно в офисе, возится с бумагами, забивает их куда-то, да, но нужно понимать, что бухгалтера, они делятся, да. Бывают бухгалтера, которые именно занимаются механическим трудом, да, те, которым сотрудники приносят документы, те, в свою очередь, эти документы загружают в 1С, да, это обычная программа, наверное, слышали многие. Затем есть более продвинутые, более высокие, да, уровни бухгалтеров, да, те, которые забили, они подготавливают эту информацию для тех, которые уже будут анализировать, да. То есть следующий уровень бухгалтера, он будет что делать? Уже анализировать эти цифры, готовить отчетности на основании этих цифр и уже также давать отчеты разным государственным органам, да, то есть это может быть статистическая отчетность, да, какая-то, которая требуется ежемесячно, ежепортально, ежегодно. Также бывают отчеты, которые сдаются в налоговые органы, да, то есть это бывают годовые отчеты, да, полугодовые, то есть то, чем занимается уже в основном, скорее всего, будет, если у нас департамент, то это уже какие-то определенные единицы структуры, или же этим занимается главный бухгалтер, да. Бухгалтеры — это те люди, которые берут ту информацию из документов, из тех операций, которые произвела компания, да, заносят ее в программу, где остальные уже руководители, менеджера, какие-то другие структурные единицы берут эту информацию и уже анализируют. То есть то, чем занимается бухгалтер, это на самом деле очень большая работа, правильно санализировать эту информацию, задать ее, так, чтобы всем было удобно в дальнейшем использовать эту информацию. А, Дина, мы ответили на ваш вопрос? Пожалуйста. Ну вот еще можно подчеркнуть важность работы бухгалтера, это именно по налогам, правильно? Да. И получается, один бухгалтер из-за того, что один неправильный шаг сделал, то есть он перевел активы своей дочерней компании, и из-за этого шага НДС увеличился на 100 миллионов деньги. Из-за этого получился такой расход для компании. То есть мы когда спросили, кем работал бухгалтер до этого, она сказала, что она работала менеджером по продаже, да, ну и вот и сказался этот опыт. То есть она перевела активы, НДС зачета вывелся, и НДС в результате увеличился на 100, на 100, больше 100 миллионов деньги. За один неправильный шаг, как думаете, коллеги? Это важно, да? То есть мне кажется, это очень важно, чтобы был квалифицированный специалист именно в полнене сидел. Конечно, очень важно. То есть из-за одного шага на 100 миллионов НДС увеличился, то есть ни один неправильный шаг, перевод активов в дочернюю компанию суставного капитала, и НДС увеличился на 100 миллионов. Я вот в такие моменты обычно у студентов спрашиваю, у вас есть лишние 100 миллионов, которые вы хотите отдать или лучше себе задавать, да? То есть, ну, ответ очевидный, на мой взгляд. То есть очевиднее оставить его себе и отправить на развитие компании, на развитие семьи, да, чем, скажем так, потратить просто так впустую, без никакой либо пользы для компании, да? Ну, коллеги, давайте, может, на следующий миф перейдем. Вот бухгалтер – женская и непрестижная профессия, да, кто это подумал? Да, просто вот была конференция, к нам тоже приезжали шотландцы, и когда была конференция бухгалтеров, они увидели много женщин в зале. Представляете себе, корею? И они говорят, а как это так у вас получается, что, почему у вас? У нас же бы одни мужчины собрались, шотландцы. Но получается, в итоге выяснилось, что, почему у них бухгалтера, одни мужчины. Получается, в Казахстане понятие бухгалтера – это как больше щитовод. То есть, если ты бухгалтер, считается, ты должен правильно просто занести данные в базу, и все, и там по налогам сдать какие-то отчетности. У них это гораздо шире, ну, и сейчас вот видно по квалификации СССР, которую мы, кстати, и продвигаем в нашем университете, правильно же? И с этим совсем поменялось понятие бухгалтера. У меня много знакомых, друзей, которые работают профессиональными бухгалтерами, зарабатывают от миллиона тенге, как минимум. Вот недавно я тоже аудировал компанию, в которой бухгалтер зарабатывает миллион триста тенге, да, ну, примерно я говорю. И, получается, он как бы не только щитовод, он полностью отвечает и за инвестиционные проекты, и за правильное бюджетирование, и за налоговый учет. Поэтому сейчас это все поменялось. То есть, этот миф точно можно развить. Как вы считаете? Однозначно. Я вот сам, на самом деле, заметил, что как раз-таки вот очень много руководителей, да, CFO, то, что мы говорим, да, финансовых директоров, мужчин, да, получается. И если вы думаете, что это не так, сходите на стажировку или встречу с ВИКФОР, и вы увидите, как много мужчин там, да, то есть на самом деле это совершенно неправда. То есть это стереотип, который, наверное, сложился с тех советских фильмов или каких-то таких моментов, которые, на самом деле, уже далеко не актуальны. Да, где показывать какой-нибудь коллектив женский, и все бухгалтера пьют чай, общаются. Ну, хотя я много работал в женском коллективе, всегда в Малине, да. Да, согласен, здесь для мужчины есть свои плюсы, если, конечно, вы пытаетесь ответить. А давайте еще посмотрим вот, а вот этот момент, как насчет вот этого. Бухгалтеру обязательно нужно знать математику и хорошо считать. Как вы думаете? Что думаете? Ну, часть правды есть, наверное. Да, часть правды есть. Ну, на самом деле… Ну, такие предметы, как высшая математика, да, как вы думаете? Да, это не высшая математика, однозначно. Ну, не совсем. Да, то есть это не статистика, это не эконометрика, да, то есть это не механика. Здесь, конечно, гораздо меньше, то есть совершенно меньше, я считаю, что расчетов, да. То есть цифр, да, вы работаете с цифрами, но это не настолько, то есть это не анализ больших данных, то есть не такие вещи, да. То есть я считаю, что если сравнить статистику, допустим, и бухгалтерский учет, бухгалтерский учет, наверное, в половину, если не больше, меньше, так, этот, математики, на мой взгляд, да. То есть, ну, опять же, если вы не предположены совершенно к математике, то, конечно, вам будет сложно. Ну, в любом случае, есть калькуляторы, как бы, цифры, которые всегда вам помогут, если вы плохо складываете большие цифры. Это, я думаю, ни в коем случае не препятствует для того, чтобы отказываться стать бухгалтером или в будущем финансовым директором, или главным бухгалтером, ни в коем случае. Всегда есть девайсы, то есть, да, какие-то калькуляторы, есть специальные программы, которые вам помогут. А потом, хотите, коллеги, еще один вот такой курьезный случай жизни? Как-то раз, как главному бухгалтеру говорю, там, сколько будет 7-8, 7 плюс там 10? Он такой, а, сейчас посчитай. И на калькуляторе считай. Казалось бы, да, там, в уме же можно посчитать. На самом деле, бухгалтеры не доверяют себе, они больше доверяют калькуляторам и программам. На самом деле, все уже в такой век считается программами и калькуляторами, да, то есть, в уме никто не считает. Это однозначно. Вот, коллеги, хороший вопрос, да, считаете ли вы, что бухгалтерия, бухгалтерия кропотливая работа? Влияет ли какие-то мелочи на весь процесс? Кропотливая работа. Довольно кропотливая работа. То есть, надо требовать дисциплины, на мой взгляд, да, определенной. Внимательности. Да, внимательности. Для меня лично, мне кажется, тут и творчество тоже требуется. Придумать, как оптимизировать налоги и сделать это все в законе. Кстати, коллеги, давайте вот этот момент обсудим, да, касательно кропотливой. Когда мы говорим про кропотливую, про какой бухгалтерский учет мы говорим, а их у нас целых три, да? Помните? Финансовый бухгалтерский учет у нас есть, управленческий есть, налоги есть, аудит, правда же? То есть, кропотливая работа, наверное, вот как раз таки это вот финансово. Считоводство, счетоводство это кропотливое. Это, наверное, самый такой низкий уровень бухгалтерского учета, правда же? Да, это мы как раз говорим о том бухгалтере, который приблизительно знает, что как забивать программу, приблизительно разбирается в дебетах, кредитах. И вот ему вот важно не ошибиться и кровотливо все забивать, очень быть ухитчивым, внимательным. Вот про тех бухгалтеров, если мы говорим, то это да. То есть, это самый начальный уровень, то есть, понимать азы, а дальше уже бухгалтер, он должен сформулировать налоговую политику, учетную политику, должен анализировать инвест-проекты, правильно? Да, 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 да. Особенно в крупных холдингах. Абсолютно верно. Все зависит от размера, да, компании и вообще от амбиции самого бухгалтера, да, если он просто сформулирует, то это не компактная работа. Если же выше, да, уже уровень занимает, там уже больше анализа, да, идет больше анализа, планирование. Чем выше ваш уровень, тем больше у вас анализа, тем больше вы должны думать и работать. Аудит, надо думать, надо смотреть, да, то есть. То есть, налоги, здесь однозначно творчество, то есть, управленческий учет, здесь еще больше творчества, да, то есть, считать везде надо будет однозначно, но, то есть, надо думать, да, то есть, это не такая... Кропотливо, это как раз правильно, коллеги, я с вами полностью обошусь, это вот самый, одно из низких уровней бухгалтерского учета, где надо прям ручками, ручками и много кропотливой работы, да. Да, где работаешь с документами. Да, где работаешь с документами, как раз таки. Просто вносить первичку – это несложно. На один участок посадят бухгалтера, и ты думаешь, что это бухгалтерский учет. Но по идее это просто наивно так думать, мне кажется. Я вам, кстати, расскажу интересный случай. Когда я только свою карьеру начинал, я вот закончил как раз 4 года обучения, и рядом со мной сидел парнишек, который закончил не месячные, а двухнедельные курсы. Представляете, коллега? Двухнедельные. И зарплата у нас была одинаковая с ним. И он действительно смеялся, подтрунивал надо мной и говорит, смотри, Бах, ты закончил 4 года, я закончил 2 недели, а мы получаем одну июнюю зарплату. Но я хотел бы здесь интересный момент подчеркнуть. По воле Всевышнего здесь произошло следующее. Он до сих пор там же. Он получает ту же зарплату, делает те же вещи. А вот благодаря тому, что знания открывают дорогу, мы на самом деле сейчас... Я за сих пор намного интересными вещами занимаюсь. Другими, на самом деле. Коллеги, что вы думаете по этому поводу? Да, я полностью согласен. Как раз именно кропотливость связана, скорее всего, вот эта скучность. Это как раз связано, когда человек делает одну и ту же операцию, вносит одни и те же документы в базу, и для него, конечно, это становится скучным. Как вот у меня сестра, ее поставили на бухгалтер зарплаты, она только делала, что зарплату считала. Конечно, станет скучно через год, через два. Ну, год получится, потом два, потом уже скучно становится. Правильно? А хотите плюс? Давайте я плюсы скажу. Оптимист, давайте я плюсы посмотрю. Нет, для тех людей, которые любят стабильность, это отличная работа, да? Ребят, согласны, коллеги? Ничего нового, да, не нужно делать. А те, кто нового ты вносишь, и где в ней что-то одно и то же, как бы спокойненько работаешь, и как бы вот творчества мало. Конечно, если вы обожаете такую работу, кропативную, спокойную. Да, скорее всего, это, да, типа вообще от вашего характера, от того, какой вы сами человек, да, насколько вы амбициозны, какие вы цели себе ставите. Если вы, в принципе, согласны на эту зарплату, если вас устраивает вот эта стабильность, то, конечно, почему бы и нет, да? Не могут же быть все СИФИО, да? Поэтому тут надо смотреть, да? А тут, смотрите, вопрос от Дильнас. Она у нас спрашивает, для того, чтобы стать специалистом СИФИО, достаточно окончить КБТУ? Если нет, что еще необходимо? Давайте поделимся. На самом деле эта позиция очень конкурентная. Кто это спрашивает? Дильнас спрашивает, да? СИФИО очень конкурентная позиция. То есть людей очень много, кто претендует на эту позицию. Соответственно, эти люди, да, все хотят стать, все хотят зарабатывать больше миллиона тенге, все хотят зарабатывать 10 тысяч долларов и так далее. Абсолютно верно. Абсолютно верно. То есть здесь надо однозначно, вот, заметьте, чем выше вы поднимаетесь, тем меньше, как бы, отрыв у вас, да, от других людей. То есть если вы здесь, тем большими знаниями вы обладаете, тем, конечно, лучше для вас, да? Да, конечно. Да, однозначно. Поэтому СИФО, да, это СИФО, это Chief Financial Officer, это финансовый директорат, да? То есть, как мы с вами только что рассказали, что должен знать финансовый директор? Получается, он должен знать бухгалтерию, налоги, управленческий учет, да, анализ финансовой отчетности, аудит. Да, правильно же, ребята? Коллега, согласитесь со мной? Конечно. Да, да, да. Эти моменты, эти моменты. Отвечая на вопрос, вот, можно ли стать СИФО, закончив КБТУ, я считаю, что можно, проработав, имея определенный опыт работы, да, то есть ты должен еще не только проучиться в КБТУ, но у тебя должны быть практические навыки. То есть, ну, любая профессиональная квалификация тоже требует практические навыки. То есть это еще надо закрепить. Да, она, получается, ставит себе уже цели, да, уже целится куда, понятно, вы молодец в этом плане. И отвечая вот тоже на ваш вопрос, получается, мы, в свою очередь, как преподаватели, профессорский состав университета КБТУ, бизнес-школы, то мы вам точно можем сказать, что мы вам дадим всю необходимую базу, которая вам поможет в дальнейшем развиваться профессионально. Все остальное зависит от вас, в ваших руках, да. Получается, имея вот эти базовые знания, получив опыт в индустрии, вы, я более чем уверена, спокойно сможете стать СФИО, да. Я так думаю, что каждый может стать единственным. И студенты КБТУ, многие становятся, вот, Араилы, да. Мои студенты, вот, они мне пишут сейчас, они многие, многие из них крупные директора, ну, финансовые директора крупных компаний. То есть, вот, один, допустим, да, он в Евразийской палате сидит директором департамента, да, то есть зарабатывает хорошие деньги. Где-то, конечно, у меня зависть, то, что он меня, как бы, лучше стал. Но, с одной стороны, я рад, что это мой студент, да, он зарабатывает очень хорошо. С другой стороны, у меня гордость, да? С одной стороны, зарабатывает. Конечно, гордость. Это большая гордость, действительно. Когда твои студенты становятся директорами, это прямо очень приятно, на самом деле. Как он пишет, говорит, Алмаз Нурбулатович, помните, мы изучали то-то, то, мне это пригодилось, там. Ну, я рад, конечно. Ну, с другой стороны. Да. Это результат, это результат. Коллеги, еще хотелось добавить такой момент, да, то есть вот здесь хороший вопрос Одина задает. С какого курса студенты могут работать? Я всегда своим студентам говорю, как только вы закончили самый базовый курс бухгалтерского учета, вы уже можете идти работать. Правда же, коллега, согласитесь со мной? Да. У меня, кстати, был такой опыт. Получается, на втором курсе мои студенты после окончания вот базовый курс бухгалтерского учета они закончили, и они пошли стажироваться, по-моему, это было лето, стажироваться в международные компании, такие как «Большая четверка», да? Некоторые из них уже стажировались в «Белойце», в «КПНГ», то есть уже на втором курсе. Там были второй, третий курс уже. Ну, как бы карьерный путь для многих тоже кабутушников такой, что они заканчивают, потом идут работать в «Биг Фор», а потом уже перемещаются… Как обычно получается работа? Финансовыми директорами в какие-то крупные промышленные компании. Согласны со мной? Согласны, согласны. Многие по такой карьерной тропеде. Потом я вот что хочу сказать, да, то есть… Вот представьте, мы же немножко, ребят, коллеги, помните, мы же передвинули дальше, получается, со второго курса на первый курс, да, теперь? То есть у нас после первого курса ребята уже получают небольшой, самый начальный уровень квалификации бухгалтерского учета, помните, да? Мы же передвинулись. Теперь получается, грубо говоря, ответ на ваш вопрос будет звучать так, да, после первого курса вы получаете уже базу и уже можете идти стажироваться, работать и пробовать себя на специальности, однозначно. Я думаю так. На самом начальном уровне, да, правда, самая низкая зарплата, да, правда, может даже бесплатно, но вы уже можете, то есть вы уже что-то можете делать. Я считаю, что это так. Олеги, что вы думаете по этому поводу? Кстати, вот в «Больших четверках» я слышала, что там уже интервьющик, то есть практика, да, она идет на платной основе, то есть где-то только получает знания, да, практически, но и в то же время он еще и зарабатывает, это, думаю, очень шикарно. На втором курсе ты имеешь представление о своей работе, ты как раз знакомишься, хочешь ли там работать, нравится ли тебе это. Это на самом деле то ли, чего вы хотели, да? И в конце, получается, когда уже вы проработаете, пройдете стажировку, пройдя еще два года, вы выпускаетесь уже, имея какие-то контакты, да, с работодателями. То есть это, думаю, очень шикарно. Ну давайте, может, на следующий слайд потихоньку будем по программе идти, да, чтобы и студенты, вопросы возникали. Вот как раз карьерный путь, да, самое волнующее, всех интересует, да, карьерный путь, что же будет, смогу ли я трудоустроиться после того, как окончу университет, да. Смотрите, заканчивая программу «Бухгалтерский учет и аудит», студенты могут пойти в такие направления, как консалтинг, то есть это могут быть как международные компании, так и местные компании. То есть это можно пойти в индустрию, такие компании, как крупные, вы знаете, да, «Роктон Гэмбл», «Марс», мы знаем другие компании, как «Казмонайгаз», да, «Казматомпром», и многие другие большие компании, которые с удовольствием принимают выпускников университета КДТУ. И те самые такие, да, креативные люди, люди, которые готовы менять наш мир, могут пойти и заняться предпринимательством, да, то есть если у вас есть какая-то идея, которую вы хотели бы воплотить, то вы можете, смело имея знание, ту базу, которую мы вам дадим, пойти и открыть свое дело, да. Можно следующий слайд? Я подробнее тоже хотел рассказать дальше про квалификации, которые у нас есть в Казахстане, что вас ждет дальше, кто заканчивает программу «Бугалтерский учет», чтобы стать конкурентным специалистом на рынке. Как раз вот тоже адресует вопрос, почему нельзя за три месяца, за недельные, двухнедельные курсы обучиться сразу стать суперклассным СФО-специалистом, главным бухгалтером, да. Ну, во-первых, для того, чтобы стать главным бухгалтером в соответствии с законом о бухгалтерском учете в Казахстане, требуется квалификация профессиональный бухгалтер РК. То есть на сегодняшний момент уже законом требуется, чтобы бухгалтер был сертифицирован в соответствии с местным законодательством. И что для этого требуется? Конечно, опыт работы не менее трех лет, высшее образование, сдача квалификационных экзаменов, таких как налоги, МСФО и право. То есть все эти предметы у вас будут в программе. То есть вам незачем будет, у вас будет определенная база. Закончив университет, вы не просто придете в какой-то неизвестный мир, а вы придете уже готовыми к профессиональному профессиональной жизни. Это наша квалификация даст вам возможность дальше продолжить свою карьеру. Вы сможете дальше стать или выбрать тропу налогового консультанта. Сейчас, на данный момент, многие организации при приеме на работу и также даже по профессиональному классамтингу выбирают именно тех специалистов, у которых есть эта квалификация, потому что она говорит о качестве, о том, что вы знаете, вы сдали квалификационный экзамен. То есть это не просто так все, не недельные курсы. Ну и самая высшая категория – это СИПА, ССИЕ и аудитор РК. То есть тут уже более широко. Вам необходимо знать банковское законодательство, страховое законодательство, так как аудиторы проверяют не только обычные организации, они проверяют еще и финансовые организации, страховые организации, банковские структуры. При этом необходима сдача финансового менеджмента, управленческого учета. Это как проверять производственные компании, если ты как аудитор не знаешь всю производственную цепочку и не знаешь, как формируется себестоимость. То есть это очень важно. За двухнедельные курсы этого всего узнать невозможно, конечно. Согласны со мной, коллеги? Конечно. Хотела бы рассказать. Уважаемый адрес, пожалуйста, задавайте вопросы. Я сам являюсь аудитором РК, поэтому весь этот путь я прошел. Я не просто так говорю, а говорю именно свой жизненный опыт и буду рад делиться с вами какими-либо вопросами. Абсолютно верно. Сэкономить вам годы жизни, да? На самом деле. Да. Хотела бы как раз поделиться опытом. Одна моя знакомая, тоже закончила университет КБТУ, проработала после окончания KPMG, это одна из больших четверок консультационной компании, проработала там бухгалтером и где-то она проработала, я думаю, так два года, после чего она перевелась в отпис, который находится в Чикаго. То есть она всей семьей переехала в Чикаго и также продолжает работать в KPMG. То есть смотрите, какие у вас возможности есть, да? Если вы знаете бухгалтерский учет, у вас есть уже экземпшенс такие, да, то есть вы уже как, если вы будете получать квалификацию СССР, то у вас уже есть какие-то закрытые благодаря вот курсам бухгалтерского учета в университете КБТУ, то у вас будут какие-то привилегии, да, то есть вы уже начинать будете не с первого уровня, да, не с первого экзамена, а будете уже начинать с шестого уровня. То есть у нее такие же были привилегии, и что она смогла сделать, да? Она проработала здесь и, поняв, что есть какие-то перспективы дальше работать и в зарубежных офисах данной компании, она переехала и сейчас работает в зарубежном офисе данной компании. Видите, ребята, вы, имея такую специализацию, да, наканчивая университет, имеете возможность также работать и посещать другие страны, да, это, по-моему, шикарная возможность, не каждый себе может позволить. И при этом у вас еще и, смотрите, сохраняются заработные платы там, да, которые уже приравниваются на том уровне, да, вы получаете заработную плату конкурентоспособную, имеете также, получается, возможность карьерного роста в том уже другой стране, а в зарубежном офисе. То есть, если вы мечтаете, да, я знаю, что многие студенты мечтают получить какой-то зарубежный опыт, то это для вас прям очень супер, да. Вы всегда можете начать, допустим, в какой-нибудь международной компании, а затем попробовать себя перевестись, вы можете перевестись в какой-нибудь зарубежный офис. Просто супер, я это думаю. Поэтому задумайтесь об этом. Хорошо. Ага, ну, по регламенту времени давайте, наверное, следующий слайд потихоньку. Угу. Да, вот как бы, если вопросов не возникает, да. Так, о бухгалтерии. И тут, конечно, вы должны понимать, что бухгалтерский учет — это как фундамент, это база, да, для, как и для, смотрите, в первую очередь для бухгалтерского учета. Если вы хотите быть бухгалтером, главным бухгалтером, это есть база для аудита. То есть, если вы собираетесь стать аудитором в будущем или думаете об этой профессии, то знание бухгалтерского учета — это, конечно же, масса. То есть, это вам очень понадобится. Далее. Если вы хотите быть финансовым аналитиком или хотите работать в области финансов, то, естественно, вы должны понимать те или иные транзакции, понимать финансовую отчетность. То есть, обязательно, видите, бухгалтерский учет, опять же, и здесь вам помогает. Далее. Управленческие навыки. Как мы и ранее говорили, как и мои коллеги говорили, если вы хотите быть амбициозным человеком, вы хотите стать топ-менеджером в будущем, то, естественно, знания бухгалтерского учета вам помогут сильно. Хотя бы в том, что вас не смогут обмануть ваши сотрудники. Далее. Софт-скилз. И, конечно же, имея навыки в бухгалтерском учете, знания в бухгалтерском учете, никто не обманывал софт-скилз. Они вам помогут продвинуться, быть более эффективным и применять знания в других областях. Вы практически опыт, который вы получите в дальнейшем, имея базовые знания в бухгалтерском учете, помогут вам продвинуться очень сильно в вашей карьерной лестнице. Я бы хотел еще добавить. Есть еще добавить, да. Вы заметили, что бухгалтерский учет может быть хорошим подспорьем для финансиста, да? То есть хороший бухгалтер может стать хорошим финансистом. Вы согласны со мной? Да, безусловно, безусловно. Потому что на этом этапе мы уже учим много чего из финансов, да? То есть вам буквально надо будет немножко отобрать, и вы станете не только хорошим бухгалтером, но и хорошим финансистом. Да, ребята? Как у нас говорят, да, бухгалтерский учет — это все, что было. Это прошлое. Финансы — это будущее, да? Поэтому, чтобы проанализировать, что было в прошлом, и подумать о будущем, вам обязательно нужен бухгалтерский учет, да? То есть прошедшие данные. А это и есть бухгалтерский учет. Да. Ну и, как вы заметили, то есть однозначно быть хорошим менеджером, хорошим управленцем, то есть директором, да, вам однозначно нужно знать бухгалтерский учет. Это прямо обязательно. В этот момент обязательно. Окей, давайте продолжим. Окей. Ну, я думаю, этот вопрос здесь, наверное, на этом слайде, на следующем слайде оставим, а он знает. Я думаю, на этом этапе, да, то есть, ребят, если какие-то у вас вопросы есть, давайте рассудим. Какие моменты мы сами, коллеги, не осветили, давайте осветим. И я думаю, на этом уже закончим презентацию. Да, мы постарались, да. Для вас очень так, на простом языке обнести всю информацию. Здесь мы открыты для всех вопросов, которые вас волнуют, в чём вы сомневаетесь. Поэтому вы можете как включить микрофон, задавать вопросы, или же написать свои вопросы, мы ответим на ваши любые вопросы, которые вам помогут в дальнейшем сделать выбор. Вот задают вопрос, Гульнас задаёт. Можно про гранты, если вам известно. Увы, Гульнас, мы в этом вопросе, то есть, это не наша сфера, да, то есть, мы, вот, выбора. Я думаю, это вам обратиться в приёмную комиссию, вас в полной мере проконсультируют там. То есть, вы более сказали на этой специальности, то есть, насколько она хороша. Ну, я думаю, вы сделали хороший вывод, что она действительно очень сильная специальность. Очень сильная специальность, на самом деле. Да, и вот можно подчеркнуть, да, то, что вот конкурентные наши преимущества – это тоже лекторы. То есть, к БТУ очень сильный опор по лекторам, которые преподают. Вот, к сожалению, нет с нами Мариям, которая полный мембершипа и СССР получила. Ну, все преподаватели, они не просто, как бы, преподают сами то, что не сдали, получается, а как раз такие-то практикующие специалисты, которые обладают всеми профессиональными квалификациями и опытом работы. Однозначно, однозначно. Да, ребята, на наших лекциях, если мы с вами увидимся, вы обязательно получите не только теоретические знания, то есть мы обязательно постараемся поделиться с трендами, какими-то новшествами в нашем законодательстве, стандартах, да, все, что происходит в мире. Мы поделимся своим опытом, то есть все преподаватели бизнес-школы являются практикующими бизнесменами, управленцами, поэтому это, думаю, большой плюс, потому что вы не просто получите знания, да, теоретические, а мы постараемся вас уже подготовить к реальной жизни, то есть то, что вас ждет после окончания университета. Поэтому будем рады увидеть вас, конечно, и вас в стенах университета. Мы всегда открыты к вопросам, всегда открыто вас поддержать, поэтому если у вас есть вопросы, все еще мы ждем. Программ «Тегуринас» вас обязательно проконсультирует, мы постараемся и на эти вопросы раскрыть. Может быть, какие-то в следующих вебинарах, или же вы можете обратиться напрямую в университет, да, контакты у нас есть на сайте. Есть ли еще вопросы? Отлично. Как бы давайте, я думаю, в этот момент еще раз осветим, да, вопрос. Вот если я выберу в КБТУ, получается, да, преподаватели очень хорошие вы сказали, а что еще получается, какие плюсы еще? Студенческая жизнь, да, наверное, немаловажный вопрос. Очень яркая студенческая жизнь. Об этом тоже вы узнаете. По-моему, у нас в августе, да, бывает Open Days, когда вы можете посетить университет, узнать больше о студенческих организациях, мероприятиях, которые проводит университет. Поэтому мы получили эту возможность. Да, также вот то, что Адмаз рассказывал, да, это получается касательно сертификации. Вы практически выходите на половину, да, например, на 30% международного специалиста. И получается, вы можете работать не только в пределах Казахстана, но и за пределами, да. То есть бухгалтерский учитель. И университет открывает вам огромные возможности работать не только в Казахстане, но и за рубежом. И немаловажно, наши дипломы признаются, да, международными университетами. Вот, то есть вы можете как работать там, так и продолжить образование с нашим дипломом. Согласитесь, корректар? Университет также сотрудничает со многими работодателями. То есть студенты университета зачастую всегда находят себе место работы. Поэтому поступая в наш университет, поступая в бизнес-школу, вы можете рассчитывать, что вы получите качественное знание и уже будете на выходе понимать, куда вы пойдете. Ну, еще хотелось бы задавать, если вы собираетесь делать собственный бизнес, да, вот коллегам хочу сказать, да, то это прям, это ваше, да, то есть это расчет себестоимости, это расчет прибыли, да, это как работать с налогами, как работать с управленческим. То есть здесь огромный багаж знаний для будущего бизнесмена просто обеспечен, то есть однозначно надо идти. Здесь как бы однозначно вопросов даже нет. Это, на мой взгляд, это прям база такая очень сильная, которая поможет вам вести бизнес правильно. Да, можно также еще добавить про библиотеку, насколько у нас богатая библиотека, да, коллеги? То есть каждый раз мы заказываем новую литературу, то есть у вас не будет проблем вообще с учебно-методическим материалом, то есть каждый раз вы сможете в электронном виде либо получить печатную версию книги, либо электронно загрузить в библиотеки. То есть очень богатая библиотека. Я тоже очень много книг брал с этой библиотеки и считаю, что база очень большая. У нас есть научные статьи, да, научные публикации есть. Оттуда вот тоже есть в Саймпенс, есть другие базы. Да, доступ к базам данных к научным публикациям тоже одно из преимуществ нашего университета, мне кажется. Да, супер. Итак, что-нибудь ещё добавим или как бы… Ну, если у наших абитуриентов нет вопросов, да, можно. Есть вопросы, уважаемые абитуриенты? Если нет вопросов, да, предлагаю, наверное, завершить собрание. По всем интересующим вопросам вы можете на сайте контактировать либо к нам написать непосредственно. Можем представить и мы попозже, да, или там связаться, и каждого вы сможете найти нас индивидуально. Я думаю, если у вас какие-либо в дальнейшем вопросы возникнут, мы будем рады ответить и по e-mail, и даже пишите на WhatsApp, буду рад ответить. Супер. Всё. Благодарю вас, коллеги, за столь открытый разговор, за то, что поделились своими знаниями, опытом. На самом деле, я считаю, что это огромный плюс для тех, кто начинает и помогает. Это сель, вот спасибо большое. Вот, да, я думаю, это будет очень полезно, и надеюсь, организаторы выложат в записи, ну, то есть в виде разговор наш с вами в записи, чтобы большее количество людей получило пользу от нашего с вами разговора, да, от нашего с вами сегодняшнего вебинара. Спасибо вам, коллеги, за ваше уделённое время, за то, что вы поделились опытом. Это супер, супер. Всем присутствующим огромное спасибо за то, что вы были с нами, разделили это время с нами. Вот, надеемся вас увидеть в рядах наших студентов университета КБТУ, бизнес-школы, да? Спасибо. Всем спасибо. Всё, спасибо. До свидания, коллеги. До свидания. Ждём вас у нас. До свидания. Всё добро. До свидания. До свидания. Продолжение следует...